Иван Сергеевич Тургенев. Как хороши, как свежи были розы. Стихотворение в просьбе. Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима. Мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит, как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резидой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чистый нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темнее да темней, нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною. И чудится скучный старческий шепот, как хороши, как свежи были розы. Встают передо мною другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислоняясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись. В перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки, бегают, путаясь пальцами по клавишам старенького пианино. И ланеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там, так хрипло и глухо? Свернувшись в калачек, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну. И все они умерли, умерли. Как хороши, как свежи были розы. Сентябрь 1879 года Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!